Федеральной службой судебных приставов и Всероссийским государственным университетом юстиции был объявлен конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности Института судебных приставов в России и зарубежных странах. Студенты Северокавказской государственной академии приняли в нем активное участие, став победителями и призерами в различных номинациях. Альбина Ламкова продолжит тему. Мария Мбаташева пополнила список достижений в образовательном процессе. Она талантливая студентка, принимает активное участие в научно-учебной деятельности Северокавказской государственной академии. В этот раз участвовала в конкурсе, организованном службой судебных приставов. Научные работы были посвящены истории образования, развития и современной деятельности Института судебных приставов в России и зарубежных странах. Для Мариям такая практика считается важным элементом образовательного процесса, который способствует развитию активной гражданской позиции и коммуникативных навыков. Мы поднимали актуальные вопросы, которые интересовали нас, могут интересовать общественность, которые являются значимыми и довольно остро стоящими. Допустим, я писала о проблемах выплаты элементов в пользу несовершеннолетних. Стараюсь активно участвовать в подобного рода мероприятиях, конференциях, стараюсь принимать в них активное участие, пишу статьи, публикуюсь. В качестве одной из целей конкурса была поддержка и развитие интереса студенческой молодежи к проблемам принудительного исполнения судебных решений в России и зарубежных странах. Он традиционно проводится службой в два этапа – региональный и всероссийский. Сейчас подвели итоги первого этапа конкурса научных работ. Церемонию награждения провел заместитель главного судебного пристава Корчаева Черкесии майор внутренней службы Азамат Кишмахов. Конкурс поддерживает интерес студенчества и молодежи к правовым проблемам и повышает привлекательность юридических наук в молодежной среде. Ежегодно юридические институции Еврокавказской государственной академии активно участвуют и поддерживают наш конкурс. Азамат Кишмахов поблагодарил всех за активное участие в конкурсе. Студентам вручили дипломы, педагогам благодарственные письма. Научные работы победителей первого этапа будут направлены в Федеральную службу судебных приставов для участия во втором этапе конкурса. Он проводится ежегодно с целью развития научного потенциала молодежи в области юриспруденции и активного влечения ее в нормотворческую деятельность по решению юридических проблем в области принудительного исполнения судебных решений в Российской Федерации. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся высших учебных заведений. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашебуков, Вести, Корчаева, Черкесия.